когда-то живя в селе мы завидовали горожанам дескать как они весело живут как у них хорошо все есть все лета сейчас нельзя же сейчас уже не как скажем от города отстают и сейчас они но не так уж сильно как прежде но в городе да когда человек испытывает какой-то там дискомфорт душевный пошел там погулял здесь погулял под торговым центром особенно в непогоду спокойненько там не капает ветра не дует холодные вот у нас культура такая высокая вот еще сейчас как-то время ладно еще детское как бы да можно сказать а бывает среди ночи там у людей летом окна открыты там духота они открыли на бешеной скорости ночью там в час ночи пол второго у кого-то там проблемы со сном он не только что заснул и этот извините а слово потреблю придурок несется на бешеной скорости с диким ревом люди спят у нас город вот на проклятом западе над которым все время любит посмеяться там нет такого у нас почему-то он летит он и скажи что ты подлец представь там у тебя мама пожилая не может заснуть и какой-то сык какая-то сволочь сам значит промчалась с бешеным ревом на автомобиле он скажет да он подлец а когда он несется по проспекту и там где-то человек возрасте который там с бессонцем учиться только прикорнул и вот она бешеная бешеный рев под окнами и промчался и что как это назвать без культуре это мягко сказано пистолетом какой-нибудь с прицелем дальнем ему выстрелить туда сказать как у нас чтобы весь капот ему там сзади или как-то масса этим так краска облить ему чтобы он знал что не знаю эту городе есть вот крайности такие до насилие до бывает но там все таки знаете адрес на все знают чьих рук дело а в городе вот он несется среди ночи вот представьте вот у нас в этой стороне я сейчас вам покажу вот несутся вот вот окна окна да здесь вот это а некоторые дома притык находится он может и по местной дороге с ревом ничего не стоит тоже может пронестись чихать он на людей хотел и главное что если ему сделать замечание он так кипит праведный гнев у него представьте себе он праведный в гневе что он такой и и нарушает правила там и все я однажды поликлинике помню он там проехала с грубыми нарушениями он все угрожает ты только поставь выставь день тело есть на принцип пойти можно гибдд обратиться и чтобы ему там влепили но в целом то не решишь проблемы в целом не решишь проблему это никак это частный случай а в частном случае там уже ты как частное лицо выступаешь а если в целом проблем решать ну что одного и сейчас я так понял что там специально для людей сделали они там паркуют машины и поперек ставит люди идут поликлинику мешает это в целом проблема такая существует а почему он так себя дерзко ведет смело потому что он неоднократно наблюдал я так думаю моменты когда люди просто брали и машины там парковали везде и вот специально сделал там что там я забыл короче плитка там да да там такая плитка сделаны для пешеходов она не выдерживает веса машин и вот видно когда-то кто-то припарковался плитка там полопалась я не выдержала другой тоже а кому-то можно почему мне нельзя и все таким образом вот эти трамваи например вы знаете что на перекрестке где-то там да вот у него преимущественно право его должны пропустить владельцы автомобилей водители так нет у нас он не пропускает он себя пан бароном считает а он типа трамвай ведет по по рангу ему как это не досягаем он же пан барон у него машина там он кредит взял и на крутой машины едет он что ты это как как раз он может снизойти вот там элементарно масса людей сидит в этом трамвае и когда его не пропускает трамвай и он несется на своем автомобиле подрезает конкретно трамвай тормозит резко у нас у всех это досада лучшем случае худшим там мат перемат крики там дикие это от пассажиров в адрес кого в адрес вот это водитель что ли который там подрезал трамвай мало нет такой мало встречается в основном водитель трамвая кашу вот он то ли должен был предусмотреть хотя чё предусматривать то и это тоже трамвай как танк это него проблемы они надо даже средства сходит потому что как не уступает же водитель и он по какой причине не знаю я вот как-то ездил и среди ночи это темнело мне фотоаппарат позволил я сфотографировал трамвай сошел с рельсов и я так понял что причиной так был автомобилист который несся не хотел там уступать дороге что и он заволновался и он видимо что там как-то видимо рычаг повернул и трамвай сошел просто с рельсов и все не знаю сейчас вот иду домой а соседи вот жалуются в подвале вода стоит там парит горд вообще кошмар какой-то город странно тоже плевать всем когда-то же был приходили там в фильмах показывали им было плевать на людские проблемы они говорили давайте нам значит вы государство берет мало квартплат и жильцов поэтому у нас не хватает денег мы страдаем от безденежа поэтому такие проблемы у нас постоянные потом постепенно постепенно их сняли с дотации государства и начали на жильцов все звали по полной программе регулярно или два раза в год или как минимум один раз год вот снова года что ли лед осенью когда подняли на 10 процентов жкх еще там где-то два раза в год поднимают а подвале вода как стоял так стоит деньги они вовремя получают теперь чем они объяснят я не знаю чем объяснять я вот правильно говорят один в поле не воин если у нас тут газеты выходят там они как-то все время ой подписка подписка народ поддержите нас а откроешь газету там вот такой руководитель и вот такое дело сделал хорошего такой руководитель там съездил там выступил где-то такой труковой вот такой предприятие вот так бы хорошо трудиться то все организации руководители учреждений все а где критика где вот эти крик народный о проблемах газета должна добиваться и чтобы реакция была и меры принимали она устраняется она до подписки начинает с подпиской они сразу ой поддержите нас подпиской но я думаю вы чьи интересы защищаете пусть они вас и поддерживают что вы тут как это апеллируете народным массам интересы которых не хотите защищать конечно это извините да геморрой я пятнадцать лет в одном кресле просидел в редакции так это же это же кошмар был люди приходят и постоянно всем на доказ помощи звонить писать там что у каждого проблема приходит еще говорят день там сидим в гостях это как один там хитрый у дабраться что ли не год есть относить к того доктор горит когда вы болеете вы что делаете там думает бесплатно возьму не совет полечусь а тот город все делаю кашляю типа вот здесь тоже самое они где сидишь там узнать журналист и начинает у меня к вам есть дать для вас есть сенсационные новости игру что такое а у нас это крыша протекает сенсация постоянно приходили донимали нас мы надо не выдерживали ладно другой день а когда газетный день когда в туалет сходить некогда срочно надо там затыкать дыр что-то писать и в это время приходит человек и не уходит нельзя его прогнать что мы делали а мы делали так вот комедию знаете же там у нас 12 стульев до грецацу и пришла там попал под лошадь астап бендер и газете был она пришла и ради бога где вот найти эту бендера и там один в редакции к другому переправил его значит а тот всячески от нее пытался скрыться вот вот так мы иногда любим коллеги посылаем этого назойливого посетителя и таким образом выиграем время чтобы написать срочную заметку там заткнуть дыру в газете срочно там надо на полосу все спасибо за внимание я пожалуй сейчас воды наберу и надо идти домой